Здравствуйте, дорогие телезрители! С вами и для вас второй сезон детско-юношеской интеллектуальной игры «Лига эрудитов». В финальной части телеигры встретили шесть команд, представляющих гимназию номер 4 города Карачаевска, первую школу села Учкекен, школу села Терезе, 17-ю гимназию города Черкеска, первую лицею с Чугуты и первую школу Станицы Зеленчукская. Чтобы дойти до этого этапа, каждая команда одержала по две значимые победы и доказала, что является лучшей из лучших. За нашими плечами две прекрасные игры, и мы выиграли обе. Это прекрасная статистика, и не хотелось бы ее портить. Тут собрались сильнейшие команды за весь второй сезон, и думаю, и зрители, и Архиз-24 напряжены и ожидают итогов. Напомним, что по правилам игры участники должны были успешно пройти два раунда дуэль капитанов, в рамках которой в течение 40 секунд каждый капитан должен был ответить на 10 блиц-вопросов, и основной раунд, который шел до 10 баллов, а в финальной схватке эта планка была увеличена до 15. Чтобы одержать победу в игре, командам приходилось в сложнейшем противостоянии бороться за каждый балл. Несмотря на то, что уровень вопросов был очень высок, игроки демонстрировали блестящую подготовку, и зачастую нажимали на игровые модули практически одновременно. Поэтому в финале была введена санкция за фальстарт. Когда образуется вторичная лизосома? При смешении жидкости, клеточной жидкости и ферментов. При таком темпе игры жюри приходилось крайне внимательно смотреть за игровым полем, и каждый раз игроки удивляли своей скоростью реакции и познаниями. Много вопросов в играх уделялось тематике Великой Отечественной войны, но было много и других тем из школьной программы биологии, географии, литературы, физики и так далее. В финальной игре жюри возглавляли министр образования и науки Карачаева-Черкесии Инна Кравченко и министр по делам национальности, массовым коммуникациям и печати Альберт Кумуков. Я желаю каждому из вас победы. Пусть сегодня победит умнейший, но отдельные слова признательности и благодарности я хочу выразить вашим учителям. Для меня большая честь быть сегодня с вами здесь, оценивать вашу работу. Я хотел пожелать вам успехов, удачи. Знаете, что неизвестно, как закончится игра, вы уже победители. В завершающих шести играх второго сезона лучшие из лучших сразились за право стать победителями и получить призы от партнеров проекта. Говоря о призах, нужно отметить, что они были самыми разнообразными. Экскурсии, эскипасы от Минтурмола, путевки на летний оздоровительный лагерь от Минобернауки, сладкие новогодние подарки от главы республики, ценные познавательные литературы от Миннация, сувениры, электронные гаджеты, медицинские сертификаты от нашего постоянного спонсора фирмы «Хеликс», фруктовые корзины от Минсельхоза и садов Карачаева-Черкесии. Также во втором телесезоне игры партнерами Лиги эрудитов выступили Министерство внутренних дел Карачаева-Черкесии, Российское движение школьников, Центр поддержки предпринимателей «Мой бизнес», продемонстрировав свое неравнодушное отношение к достижениям подрастающего поколения в науке и образовании. Хотите узнать, кто же стал победителем нашей телевизионной игры? Тогда с 26 по 31 декабря в 13.00 насмотрите на телеканале «Архыз-24» детско-юношеское интеллектуальное шоу «Лига эрудитов». Ахмад Барлаков, Рамазан Хабыртов, Архыз-24